Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео необычное. Во-первых, я давно не снимал видео о воде, о водородной воде, о свойствах физико-химических воды уже года два как минимум. Сегодня я пригласил у меня в гостях по скайпу. Вот Наталья, я её сейчас дальше представлю, дам ей слово, но в начале вступления. Оно очень важное, поэтому послушайте. Значит, вступление, вот в чём суть. Давно я рассказывал о разных приборах, персональных генераторах водорода и свободных электронов, что это такое и так далее, зачем это нужно. Были очень важные, интересные видео, но не было практически цельного видео о приборах другого плана. То есть не о персональных вот стаканах, а именно о стационарных проточных, которые в реальном времени дают воду с этими физико-химическими свойствами. Вот с какими мы сейчас поговорим, мы как раз спросим. Значит, в этом есть определённый плюс. И те люди, кто может себе позволить такие приборы, они, понятно, дороже гораздо, чем персональные вот эти стаканы, но у них есть свои преимущества. И вот об этих преимуществах мы поговорим. Но вначале я бы хотел, тем более для тех людей, кто ещё не в теме, рассказать, что вот некоторые люди думают, вот вода родниковая, ездят на родники, берут её, пьют, радуются. Бывают действительно родники с очень качественной водой. Кстати, качество это не просто что-то непонятное, это определённые физико-химические свойства. А не все те родники, которые люди называют родниками, являются таковыми. Во-первых, бывает верховодка, часто люди это называют, просто проходит она в почве, выходит на поверхность. Это не глубинные родники, где действительно чистая вода в химическом плане. Некоторые родники на поверху оказываются и с ртутью, и другими, особенно в пригородах, где-то крупных городов. Поэтому свалки там, опять-таки, они могут быть далеко от городов, где-то в километрах двух-трёх. И уже родники там могут быть заражены. То есть вода иметь там тяжёлые металлы и другие отравляющие вещества. Это надо учесть. Теперь что я хочу сказать в плане физико-химических свойств. Вот не все те родники, даже которые хорошие в плане химически чистой воды, мягкой воды, что хорошо, потому что жёсткая вода вредна, ну и так далее, и так далее, это всё очень хорошо. Но это не означает, что в таких даже прекрасных родниках будет не просто вода мягкая и, скажем так, химически чистая, но ещё вода будет обладать теми жизненно важными свойствами, которые нам необходимы. Вот главные из них какие? ОВП, а это окислительно-выставительный потенциал в милливольтах измеряется. И у нас ведь есть константы. Норма реакции, то есть это предел, в котором существует признак. Ведь любая вода, выпиваемая нами, любая, преобразуется нашими клетками. То есть в них происходят биохимические реакции, когда вода там минус 60-70 милливольт. Там 30 в межклеточном пространстве, 40, ну в общем в этих пределах. И это не просто так, это просто надо вот как должное воспринимать, что так должно быть, так должно быть. Но на переработку этой воды, чтобы она из той, а мы пьём из-под крана, с родников, плюс 10-20, из-под крана 100-200, 300 плюс. Вот тогда она преобразуется за счёт чего? За счёт энергии нашей. И вот тогда у людей, в том числе и по этой причине, в том числе и упадок сил и так далее, и так далее, и отнимается главный потенциал жизни. Вот почему важна в наши дни, когда такая искусственная жизнь, и тем более для людей, живущих в городах, которые даже не живут на природе. А ведь есть такой эффект, ещё советские учёные в своё время это обнаружили, есть эффект переноса свободных электронов. Ну вот, например, эффект наблюдается у водопадов или даже быстро текучих на равнинных реках, когда электроны фактически отрываются. Например, многие клетки крови, эритроциты в том числе, питаются на 80% энергии переноса свободных электронов и так далее, и так далее. Впрочем, вот я вкратце это сказал, подробнее освещать не буду, потому что в своих старых лекциях я говорил про это, в том числе о всех физико-химических свойствах воды. Но тем, кому это будет интересно, я дам ссылки прямо под этим видео. А сейчас буквально пару слов и передаю уже эстафету Наталье. Дело в том ещё, что есть более важный показатель, нежели ОВП. То есть не только вот эти свободные электроны важны, но и атомарный водород. Вот что он делает, что он делает, ну я вам, впрочем, сделаю вставочку отдельно, и вы услышите чуть позже. А пока, а пока, Наталья, добрый день. Добрый день. А я пока передаю слово Наталье, скажу лишь вам, моим зрителям, что, Наталья, вот, скажем, мы являемся партнёрами в определённой сфере. Это вот поставка в Россию и продажа вот корейских одной фирмы приборов, персональных генераторов водородосвободных электронов и вот этих стационарных приборопроточных. Ну вот о них сейчас и пойдёт речь. Наталья, пожалуйста, расскажите, что это такое, для чего они нужны, ну, в принципе, для чего я сказал. Но вот какие преимущества, насколько хороший этот прибор, стоит ли его покупать, ну, у кого возможности есть, конечно, если даже у человека есть уже персональный вот этот стакан. Спасибо, Илья Андреевич, вы всё правильно сказали. Основная ценность данного прибора в том, что он устанавливается дома. И это как домашняя фабрика здоровья, да, фабрика воды, в которой мы можем получить все параметры воды у себя дома. Ключевые параметры – это вода, она является щелочной, она богата минералами, и там можно регулировать уровни щелочности, можно делать слабо щелочную воду, то есть ту воду, которая идентична нашим жидкостям в теле. Там есть очень тонкие поднастройки каждого режима, в чём вот ценность этого прибора, да, и уникальность его. Можно выстроить очень точно тот уровень щелочности, который вам необходим. Вот, также в этом приборе вода становится окислительно-восстановительный заряд минус. Это также, как уже Юрий Андреевич сказал, это очень полезно для нашего организма. Вот, такая вода насыщает энергией, она нейтрализует действия вот этих разрушающих агрессивных молекул, свободных радикалов, которые, ну, интенсивно разрушают наши здоровые клетки, да, и способствуют преждевременному старению. Вот, если мы пьём эту воду ежедневно, мы наполняемся энергией и, как бы, препятствуем преждевременному старению организма. Вот, в этих приборах ещё уникальность в том, что вода предварительно очищается. Там есть два фильтра и двухуровневая очистка воды, мембранный и угольный. Вода проходит через эти фильтры и очищается. Вот, ну, вот это ключевые такие моменты. Вот, там есть режимы кислотной воды. Эта вода очень хороша для наружного применения, так как у нас PH кожи 5,5, и там есть режим 5,5, который позволяет, мы можем умываться этой водой, мыть волосы, и это очень полезно. Хочу добавить здесь, что вот кислая вода, ну, насколько условно кислая, ну, да, так сказать, естественно, нейтральная 5,5 от довольно-таки кислая вода, это прекрасно. Вот, для умывания в каком плане? Да, это препятствует, скажем, росту быстрому бактерий, то есть они не будут так интенсивно размножаться в порах тех же и просто проищать тех же. Ну, простой пример приведу, просто будет меньше у тех, кто подвержен этому. Вот, это вот плюс. Ну, то есть некая дезинфекция. Разумеется, это не обработка ручек от, там, стафилококков каких-нибудь и серьезных бактерий, которые надо, можно убить только там очень кислый PH-1, то есть кислотой практически, соляной, например. То есть это, конечно, не то, но, тем не менее, хорошо. А вот насчет щелочной воды в плане PH скажу так, что действительно вот эти режимы, я сам об этом не знал, что в данном приборе их 4 тонкие настройки есть. Когда человек выберет, например, он хочет 7,5 PH, или 8, или 8,5, вот это очень хорошо. Ну, например, человек мало пьет воды, а у него закислен организм, ну, соответственно, ему нужно пить щелочную воду, но он много пить не может, например, почки больные или там по другой причине. Он взял и немного воды выпил, но более щелочную. Прекрасно. Я хочу только сказать, что вы правильно понимали, что в этом приборе именно не протон обменной мембраной, а электролизный блок стоит, как вот был когда-то New Energy прибор в этом смысле. Вот такой же. Великолепного качества, корейский, там, с большой гарантией. Ну, и по качеству они, в общем, я на моей памяти, вот сколько мы ими занимаемся, никогда не выходили из строя. Так, ну, расскажите немножко про него. Ведь есть две модели, по сути, то есть установка под раковину, и когда мы видим на раковине, ну, вот как кран от обратного осмоса, либо кран, из которого просто вода льется, ну, такой красивый дизайнерский, это ладно, с сенсорами сверху. А есть вариант, когда устанавливается, как вот раньше было всегда, сам прибор прямо на столешню стола кухонного, где-то рядом с раковиной, правильно? Да, все верно, Елена Ильич, есть два варианта, но тут уже человек смотрит, что ему удобнее. Многим, у кого дизайнерская кухня, у нас любят вот именно вот этот выносной кран, он просто устанавливается рядом с обычным краном, там сенсорное управление, панель, вот, очень красиво вписывается, в принципе, в любой самый роскошный дизайн, вот. Ну, а второй вариант, это больше как медицинский прибор, он внешний, он полностью устанавливается снаружи, вот, он тоже очень, ну, гармонично смотрится на кухне, кому-то нравится так. Там, как бы, панель более наглядная, с картинками, вот, в общем-то, это уже на любителя, то есть, в принципе, функционал у них одинаковый, но дизайн позволяет выбрать под потребителя. Ну, удобство здесь, конечно, колоссальное, то есть, я имею преимущество относительно бутылок, то есть, генератора водорода, потому что бутылка, ее плюс, несомненно, можно носить с собой, перевозить, понятно, что стационарный прибор не повозишь. И поэтому многие люди берут, ну, у кого возможность есть, и бутылки вот эти, то есть, приборы, персональные генераторы, а также и берут, покупают в офисы, причем, я знаю многих людей, кто у нас вот штук по 5, по 8 брал, еще со старых времен, когда были те же New Energy, и потом аналоги на смену, новые поколения пришли этих приборов для сотрудников, так сказать, вот, ну, такие рачительные есть хозяева, начальники. Ну, и, естественно, себе кто-то имеет возможность, не один взять родителям, знакомым, родственникам, в подарки, и такое бывало. И это, конечно, лучший подарок в том смысле, что действительно наглядно человек и на себе, на своем здоровье испытает преимущество, потому что водородное, вот, ну, что тут говорить, я лучше дам вам, дорогие зрители, вот просто на последний по дате выхода на моем канале видео про прибор Neopen, ну, тогда еще Aquapen, на смену ему сейчас уже Neopen пришел, когда люди, потребляя эту воду, вот, делились своими не мнениями, не впечатлениями, а фактами, что с ними происходило. Вот эти факты, кстати, очень хорошо, ну, не сами факты, а вот подробнее, как это происходит с точки зрения биохимии, физики, описывает, например, доктор Гарбузов в своей книге «Ионы водорода лечат рак». Вот с таким названием интересным есть книга. Эти технологии изучены уже давно. В Америке, например, есть водородный клуб, членами которой являются, в том числе, известные ученые, в том числе, вот тот самый Японец, о котором каждый из вас знает, когда мы говорим о воде, о памяти воды, да, структурировании воды. Об этом я, впрочем, в своих видео тоже говорил. Ну, удобство огромное. Просто налил за несколько секунд и выпил. Ну, для тех, у кого нет времени, кто его ценит, кто бегом все, каждую секунду считает. Что ж, есть ли такие люди, не так ли? Вот этим людям будет действительно разумным купить такой прибор. Итак, давайте подведем такой итог. Что делает этот прибор? Он очищает воду от химических и разных вредных примесей за счет фильтров своих, в том числе, высокоактивированного угля. Во-вторых, значит, прибор выделяет до полутора грамм водорода на литр воды. Это высокий очень показатель чистого водорода. Это два. Третье. ОВП. До, там, ну, в зависимости от исходной воды вашей из-под крана. Ну, все это суммируется, например, идет плюс 300 у вас из-под крана милливольт. Ну, значит, на выходе будет, там, допустим, минус 400 или 500. Ну, в общем, более чем достаточно. Потому что, еще раз напомню, неглавный фактор ОВП, это очень важный фактор. Вот эти свободные электроны, борьба с свободными радикалами. Самый важный это показатель именно наличия атомов водорода. Так, значит, вот это три уже момента. Плюс структурирование воды идет, так сказать, ну, по крайней мере, она микрокластерная. То есть, очень хорошая, как очиститель. Потому что ведь вода, это универсальный, ну, скажем, растворитель. И только вода. Если между молекулами воды растворены уже какие-то вещества, это не растворитель, а раствор. Кофе, чай, компот, кисель, хоть там и вода 90% или 99%, но это уже вода не будет работать как растворитель уникальный, универсальный. Потому что там уже растворены молекулы. Такова физика, такова природа, это просто факты. Вот нужна вода для жизни. Но какая, к сожалению, сейчас уже источников таких, где, кстати, селились люди изначально и жили дольше гораздо. И, кстати, центры сверхдолгожителей во многих странах мира были. И я это проверял именно там. И в Абхазии в одном месте, и Линкарань, там вот это вот, это лыжи в Азербайджане. И во Вьетнаме одна точка, и около Таймыра. Вот все эти известные точки долгожительства прошлого, сейчас уже все остались долго доживать. Или уже такого не будет. Факторов много слишком, которые действуют на нас с вами сейчас, которые не действовали еще 100 лет назад или даже 50 на наших предков. Поэтому вот сейчас и некоторые спросят, а зачем эту воду от родники? Ну, про родники я уже сказал, про то, что сейчас столько факторов вредных в нашей жизни, современной, что без этого можно, конечно, прожить, но просто жизнь будет короче, болезненнее и так далее. А здесь действительно возможность быть здоровее и дольше прожить. При равных прочих факторах, естественно. Так вот, все центры долгожителей были там, где была природная вода. Вот эти самые родники, разные, горные, негорные, но обладающие главными, тремя свойствами. Эта вода была мягкая, в ней не было солей жесткости практически. Второе, это как раз наличие ОВП в отрицательную сторону, то есть минус 30-50 милливольт. Это два. И три, это, соответственно, наличие атомов водорода, избыточного количества атомов, свободных атомов водорода в воде. Но родниковая вода, вот такая вода была полезна тогда, что ее люди пили сразу. Ну, по крайней мере, в течение двух часов наливая в кувшины, перенося. Вот тогда ее и колоссальная польза. Более того, именно поэтому те самые в горах, где были долгожители, пастухи жили гораздо дольше, чем прочие люди, потому что они пили сразу воду эту фактически из родника, там, ну, скажем, 8 месяцев в году или 7, понятно, да? Это тоже влияет. А тут у вас будет теперь возможность получать именно такую воду, которую, в общем-то, ну, нигде просто так не взять. И в природе тоже. И природы тоже не осталось. И вы, наверное, живете в городах, а не где-нибудь в глухой деревне Сибири. И опять-таки надо исследовать, что за родники. Так что вот она логика, простая и железная. И хорошо, что в наши дни есть все-таки технологии, которые позволяют, вот, несмотря на то, что человек уничтожает природу постоянно, и мы от этого болеем, в том числе люди, вот все-таки восстанавливаться в какой-то мере и не давать убивать свой организм под воздействием колоссального количества факторов вредных, которые на нас с вами сейчас действуют. Антропогенных факторов начинает, грубо говоря, электромагнитных излучений до химии в еде, до, так сказать, стрессов и так далее, и так далее. Всего того и в том объеме, чего не было еще не так давно. Там 20-30 лет назад такого не было ужаса, да что там говорить. И даже 10 лет назад. Поэтому все по спирали идет по такой, значит, вверх в том плане, что все больше вредных, негативных воздействий. Поэтому и люди сейчас умирают раньше, болезни наступают раньше, и уже в 30-40 лет от инсульта, инфаркта, и от рака умирают, и в 20 лет и раньше. Вот она, правда, жизни. А вот это один из факторов, не панацея, но один из факторов, который в комплексном подходе к здоровью даст, ну вот если так говорить, каждый процент к здоровью, это на вес золота, каждый процент. Из 100% водородная вода, кто ее будет постоянно принимать, вот это, это процентов 30. Настолько это важно. И еще последнее, что я скажу в этой связи, почему надо бояться дешевых подделок фальшивок. Люди любят покупать дешевле. Это желание понятно. Но когда речь идет о здоровье, не всегда оно разумно. Дело в том, что если, вот скажем, электролизные блоки, пластины, покрыты не тремя-четырьмя слоями чистой платиной, а, скажем, чтобы не посадили, ну, сертификаты, дабы свои оправдать, скажем так, и прикрыться ими одним слоем, например, или более тонким слоем, то тогда стоимость-то вразы как раз будет дешевле. Но что будет тогда? Знаете, если вы еще это не в курсе, что при электролизе любые металлы, кроме платина, кроме единственного металла, даже титан, любые металлы выделяют атомы из себя в воду, и человек постепенно травится тяжелыми металлами. Вот что происходит. И поэтому, так сказать, вот есть еще такая поговорка была, даже мультфильм в советское время, не гонялся бы ты поп за дешевизной, да, то, что и у Пушкина, и не только там 7 шапок из овцы не выкроешь никак, и тогда вот в этом все русли, в этом ключе. Поэтому имейте и это в виду. И говоря о приборах персональных, генератора водорода свободных, то же самое, то же самое, но там есть более уже совершенные технологии, это протонно-обменные мембраны, где ПАЖ как раз, кстати, не меняется. Вот какой на входе, такой на выходе. Вот у этих приборов, которые электролизные, вот не протонно-обменные мембраны, а электролизные, там можно регулировать ПАЖ, ну кому это так важно. То есть вот этот еще нюанс надо учесть. Ну и, пожалуй, главное, наверное, я сказал, предупредил вас, то есть о том, что не стоит вот гнаться за дешевизной любой ценой, даже ценой убийства своего здоровья, потому что эти технологии могут быть опасны. И я объяснил почему. Значит, вот не хотите этим травиться, ну тогда на всяких там Алиэкспрессах и прочих помойках не покупайте. Да, там есть много чего хорошего, это правда. Вот то, что здоровью вред не причиняет, то, пожалуйста, это, значит, почему бы нет. А вот то, что в этой сфере, извините, это совершенно другая тема. Поэтому, значит, вот на наш сайт зайдете, на сайт nadgard.ru, и там есть, ну, во-первых, ссылку дадим прямо под этим видео, вот на этот прибор, о котором сейчас шла речь, вернее, на две его модификации. Будет две ссылки на прибор. Первый, который устанавливается под раковиной, а на раковине прогуривается столешня и ставится вот этот красивый кран. Значит, вторая модель, это, которая ставится прямо на столешне, красивая, большая, с экраном. Ну, и, соответственно, на другие приборы, и персональные генераторы водорода, и свободных электронов тоже будут даны ссылки. Ну, я могу добавить тоже к тому, что вы сказали. Вот сильно, очень правильно, когда вопрос касается здоровья, смотреть внимательно, да, прежде чем принимать решения. Да, они дороже, но мы смотрим на производителя в первую очередь. И вот этот завод, Бионтех, который производит эти приборы, они с 1986 года на рынке. И их статистики постоянно растут. У них огромное количество патентов на фильтры. Их модели постоянно усовершенствуются. То есть, этот завод очень крепко стоит на ногах, и он лидер на рынке Кореи. Поэтому, ну, мы можем ему доверять свое здоровье, да. А главное, главное, и я забыл про это сказать, ну, вы бы сказали, я уж, извините, опередил, что действительно, есть же медицинский сертификат, медицинский сертификат, который выдан этому заводу, ну, Министерством, что называется, здравоохранения Кореи. Ну, это о многом говорит, в общем-то, тоже. Да, да, это ключевые моменты. Поэтому здесь, конечно, свое здоровье надо доверять профессионалам. И здесь мы увидели, что они профессионалы, поэтому мы стали работать именно с этим заводом. Вот. Ну, это вот ключевые моменты, которые хотелось бы сказать. Да, уже много лет работаем, и вы знаете, даже если возникают какие-то там сложности, недопонимания, то менеджеры всегда связываются, поясняют людям. То есть, действительно, никто еще обижен не был. Это тоже очень важный момент. Это я могу подтвердить и лично прогарантировать. Вот, поэтому у нас вот с Натальей идет уже такая тоже многолетняя работа, сотрудничество. Вот, вы можете выбрать среди нескольких моделей. Я вам дам ссылки и, так сказать, на другие приборы. Ну, и, в общем-то, наверное, теперь дело, как говорится, за вами. Подумайте хорошенько и, пожалуйста, приобретайте. Дело это очень важное. Вода с ее физико-химическими свойствами, именно с теми, которые нужны клетке организма. Для ее правильного протекания биохимических всех процессов. Вот это самое главное. И вот, да, я тут вот что сказал. А вот представьте, что если вода, которую вы будете пить, будет близка по физико-химическим свойствам той воде, которой требуются клетки, которую клетка все равно преобразует только ценой потери и энергии, и, так сказать, элементов различных и так далее, то вот если эта вода уже будет поступать с такими нужными свойствами, то тогда наш организм не будет тратить энергию, силы, ферменты и прочие важные компоненты. И тем самым мы сохраняем потенциал жизни человека, который дан от природы весьма велик. А вот этот потенциал разными мерами, своими неправильными образом жизни, питанием неправильным и так далее, и так далее, факторами внешней среды мы укорачиваем. Так вот, эта возможность не то, что удлинить жизнь, а просто привести ее в соответствие с природными возможностями. Вот и все. Ну что ж, на этом, пожалуй, все, дорогие друзья. До новых встреч. Пишите свои комментарии. Ну и, так сказать, смотрите ссылки под этим видео. Всего хорошего. Спасибо, до свидания. Я хочу внести некоторые пояснения. Так вот, при электролизе и аналогичном процессе, более совершенном, технологичном, с применением протоннообменных мембран образуется газ-водород. Да, в воде образуется избыточный водород в виде атомов. Есть еще те люди, которые не понимают отличия между атомами и молекулами. Также те, кто считает, что не может быть водородной никакой воды, так как в воде и так есть H2. Ну, формула H2O. Две молекулы водорода, одна кислорода. Так вот, ликбез. Поясняю. Существует молекула водорода, да, H2, и существует свободный водород. Это атом водорода, просто H, понятно? Просто H. Он временно свободен, но потом, через какое-то время, соединяется опять в молекулу H2. Или он работает как антиоксидант, пока он свободен. Он как бы ищет, прикрепляется вот как магнит, слепляется со свободным радикалом полярной зарядности. Потому, выпивая такую воду, вот эти свободные атомы, попадая в организм, прикрепляются к свободному радикалу, а это продукты окисления, уничтожают его, а побочно образуется вода. Вот как это происходит, если совсем кратко и примитивно. И поэтому воду, водородную, надо пить сразу, как вы ее создали, то есть генерировали, чтобы эффективность была выше, поскольку в ней находится еще первое время большое количество вот этих свободных атомов водорода. В самых лучших современных приборах, а именно в персональном генераторе водорода и свободных электронов неопене, больше всего до 2 грамм на 1 литр воды генерируется вот этих атомов свободных атомов водорода. А вот в проточных больше всего, конечно, в аквадоке. Я должен сказать еще про альтернативный прибор, не персональный, а уже проточный, стационарный прибор, где в режиме, что называется, реального времени вода течет уже с созданными свойствами, причем еще с какими. Вот прибор аквадок. Уже лет 6 мы его продаем. Это, в общем, конечно, лучшее, что есть на рынке мировом. Принцип его работы основан не на электролизе, а уже на протоннообменных мембранах. Потому он не меняет паш воды, то есть не создает кислотную щелочную воду, как, скажем, те приборы, о которых сейчас шла речь у нас. То есть, какая на входе, такая и на выходе в плане PH. Но зато он делает более чистые параметры водорода, то есть других газов в воде меньше растворенных, а больше водорода. Именно этой моделью прибора пользуются все члены водородного клуба в США, куда входит и тот самый известный японский ученый, ну, которого вы слышали, кто замораживал, размораживал воду, кто фотографировал воду, вот эти снежинки и так далее, знаете, да? Так вот, в отличие от всех других приборов подобных, у него, помимо протоннообменных мембран, что лучше и технологичнее, есть еще и встроенная камера Шаубергера, то есть структурирование воды. Вода после данного прибора содержит микрокластеры, то есть не 96 или 72, скажем так, молекулы, объединенные в некую структуру, которая называется кластеры, как вода из-под крана, из бутылок, из большинства родников, а 6 молекул, всего лишь 6, объединяются в кластеры, и такая вода, как растворитель, идеально, она проникает, что называется, в любые уголки межклеточного пространства и лучше выводит яды, шлаки, токсины, всю отработку межклеточную из организма, улучшая тем самым работу и лимфатической системы нашей, то есть нашей канализации организма. Поэтому теперь вы легко сможете, я надеюсь, легко выбрать себе вариант из трех этих приборов. Ссылки на каждый из них будут даны под этим видео. Что касается цен, мы стараемся сейчас по возможности уменьшать их до минимума, поскольку вы знаете, что происходило там два месяца назад с увеличением курса до 130, там 140, а евро больше даже пик был. Потом курс снизили, но проблема в том, что партии-то были закуплены по старым ценам, но дело даже не в этом, а в том, что цены на чипы, на многие комплектующие, там, за границей, во всех странах увеличили производители что-то в два раза, что-то в три, что-то в большее количество раз, как на чипы, например. Более того, транспортные расходы увеличились, перевозку контейнерами подняли в 5-7 раз, ну и так далее. То есть понятно, что цены прежними уже никогда не будут, а тем не менее, вот вам конкретные примеры. На прибор Neopen мы подняли цену до 42 тысяч рублей за прибор. И недавно снизили до 39, появилась такая возможность. Сейчас, что называется, авансом, но давайте считать под это видео и в надежде, что вот партия, которая новая у нас сейчас должна прийти, уже будет по меньшей цене. Мы делаем цену 35 тысяч рублей. Это на момент записи видео. Имейте в виду, мало ли что дальше произойдет. Вы будете смотреть через год-два, то люди пишут, 5 лет назад видео просмотрели и претензии предъявляют. Вы говорили, другая цена. Я просто поражаюсь. Смотрите всегда даты. Пока свежее видео, вот это все соответствует по ценам. Итак, на системы подготовки воды две, вот эти корейские, о которых в видео сейчас шла речь. На эти две системы подготовки воды проточные генераторы очень сильно снизили цены, вернув их к ценам прошлого года. Еще хочу вам показать вот эти спа-капсулы. Уникальные корейские спа-капсулы, которые воду теперь уже как старые не опускаются. Блок-генератор стоит за пределами ванны и только компрессор водородный погружается непосредственно в воду. Это очень долговечный прибор, очень надежный, качественный и цена была 85, мы снизили сейчас до 65. И вообще посмотрите вот эти два раздела приборы для воздуха и приборы для воды. Ссылки будут в описании также оставлены. Ну а любой сантехник установит эти любые системы подготовки воды, которые ставятся под раковину или на раковину, подключив к водопроводу вашему, ну буквально там за 10-20 минут. Все это очень просто, подробные инструкции разумеется есть под каждым товаром в описании, очень подробные. Ну и теперь у вас есть подробная информация, я рад, что сделал все-таки это видео, несколько лет вот все планировал, но руки не доходили и вот тут теперь все-таки дошли. Конечно же, все эти приборы, любые наши продукты и другие товары мы отправляем в любые страны мира, любые страны мира и естественно по всей России, так что где бы вы ни находились, где бы ни жили, просто заходите на наш сайт надгар.ру вот по ссылкам, что под видео заказывайте, мы отправим вам в любую точку мира эти приборы наши, любые продукты и товары. Один момент, дорогие товарищи, небольшая реклама от меня, но реклама чего? Оздоровительной программы курса от моего товарища Евгения, которого многие знают как Джона Коннора. У меня нет времени на консультации всех желающих на индивидуальные консультации, хотя я их еще провожу. А вот курс и программа, созданная Евгением, это то, на что у меня так и не дошли руки и видимо уже не дойдут из-за колоссальной моей загруженности и потому я очень рад тому, что он все же сделал эту работу, о которой мне давно говорил, сделал эту работу за меня, взялся и создал эту комплексную программу по очищению организма. Часть мер взяты из моих курсов и программ, часть из методик биохимика и врача Марвова Горшакова-Наганьян, часть иных и личных наработок. Данный же курс помогает надежно, мягко и в правильной последовательности избавиться от лишнего веса у кого он есть, от отеков, паразитов, грибков и большинства болезней. Посмотрите мое интервью с ним на эту тему и его личное видео, знакомящее вас с этим курсом и методом. Или сразу переходите на страничку курса, кого заинтересовал данный курс. Все это, о чем я только что вам сказал, будет по ссылке в описании вот под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Очень рекомендую вам посмотреть про эти подссылки и надеюсь, что вы не пожалеете. Всего вам самого хорошего, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok